Я хочу начать с нашего уже такого постоянного, и мне, если честно, очень даже и неудобно с вами назначать встречи, разговоры, какие-то комментарии, потому что тема-то по большому счету одна, но каждый раз она играет новыми красками. Мобилизация. Зеленский подписал ряд принятых ранее законов. В общем, электронный кабинет вводят. Возраст мобилизации понижают. Годен-негоден уже, собственно, только так или так. Ограниченно годных отменили. Я вот когда увидел эту пачку новостей с подписанными решениями, сразу вас вспомнил. Ростислав, ну, смотрите, когда мы с вами обсуждали... Я тут ни при чем. Нет, когда мы обсуждали законопроект о мобилизации, да, и вы всех успокаивали, говорили спокойно, будут еще долго мучиться. До сих пор не домучили, кстати. Так, а есть ли сейчас смысл? Ну, я предупреждал, что, скорее всего, и вероятнее всего, что будут принимать просто отдельными законами. Я сразу говорил, еще с 25 декабря, то в целом вот этот гигантский законопроект вряд ли примут. И мы же видим, что большинство технов, которые в него закладывались, они на сегодняшний день принимаются вот этими отдельными законопроектами, которые, в свою очередь, тоже, ну, мягко сказать, не совсем правильно проходили процедуру согласования и голосования в парламенте. Поэтому, что будет в окончательной редакции самого того глобального законопроекта про мобилизацию, если там что-то останется, в принципе, неизвестно, и в каком виде оно будет. Потому что я не думаю, что на сегодняшний момент есть хоть одно лицо в Украине, которое может уверенно сказать, что вот такая-то норма в такой там виде, там, касающейся инвалидов, студентов, лиц, которые досматривают за инвалидами, усыновители, опекунов, она останется в таком именно виде. Либо нормы, касающиеся демобилизации, либо увольнения с военной службы, либо отсрочки. На самом деле это на сегодняшний момент не знает никто, и, как всегда, у нас получается очень неприятная история, что мы постоянно пытаемся кому-то привязываться, каким-то событиям привязываться, которые происходят не в Украине, а самостоятельно не принимать вот подобные решения, то есть как-то пытаться лавировать. Это определенным образом вызывает, ну, в свою очередь, и вот эти несогласованные действия, потому что, например, если мы возьмем тот же закон об уменьшении возраста, ну, он был проголосован еще 10 месяцев назад. Что касается, я имею в виду, с 27 до 25 лет, и, в принципе, его логичность не совсем понятна вот на сегодняшний момент. Почему? Ну, сейчас объясню. Я понимаю, если бы этот закон принимали, ну, на час действия военного положения, либо на час, там, войны. Его приняли в целом. Если в целом, то, получается, у нас два года для мужчин, которые являются военно обязанными, уменьшается количество мужчин, которые попадают на срочные военные службы, которые будут готовиться соответствующим образом. Хотя вот теми законами про мобилизацию, там же хотят установить, что военная служба будет там не год, не два года, а пять месяцев. Для меня не совсем понятно, что там пять месяцев будет, ну, решили пять месяцев, пять месяцев. Тогда непонятен вопрос с теми, кого сейчас мобилизируют. Они будут тоже пять месяцев готовиться, либо, вот как указано там в положении, они будут готовиться месяц. Как-то этот вопрос вообще не раскрыт. И те лица, которые это комментируют, те, которые как бы вроде бы должны за это отвечать, они, в общем-то, всю эту историю обходят стороной, рассказывая какие-то небылицы. Как вот вчера появилось к этому пулу пакетов, принятых про мобилизацию, еще отдельные изменения в постановлении Кабинета Министра о порядке пересечения границы, связанной со студентами. Но опять же, вот я утром подал в ВИСМИ несколько уже сообщений, вчера выпадали сообщения, в принципе, журналисты, на мой взгляд, не совсем правильно и объективно доносят эту информацию. Потому что если мы говорим про студентов, то это студенты, которые, так сказать, входят в программу академической мобильности. Это вообще отдельная программа, вообще складывается впечатление, что это сделано под конкретных там пять-шесть человек, чтобы они могли выехать за границу. Все. Кто в эту программу входит? Какие вузы входят? Каким студентам подписано? При этом само постановление Кабинета Министров указывает, что у студента на руках должна быть справка из ТЦК. Справка о чем? Справка про что? Какого цвета эта справка? Кто в ней должен быть указан? Справка из ТЦК. Все, почка. Вы вот придете в ТЦК, скажете, мне нужна справка для выезда за границу, потому что у меня тут академическая мобильность. Я думаю, что большинство сотрудников ТЦК на вас посмотрят, ну, мягко говоря, там, круглыми глазами, скажут, мы понятия не имеем, что это за справка. Я более чем уверен, что им никто не доводил, в принципе, что это должна быть за справка и вообще, что это за документ, который должны получить студенты для выезда за границу. Что, опять же, вызывает большое сомнение в, так сказать, чирости вот этих намерений предоставить возможность студентам учиться за границей. Кроме того, и в целях всей этой истории не совсем понятно, кто из этих студентов, которые пройдут здесь все круги ада, заплатят там и университетам, и за договора, и в ТЦК будут биться за то, чтобы получить вот эту неизвестную справку, и потом после окончания семестра вернутся обратно сюда. Вот у меня почему-то большие сомнения, исходя из того, что запрет существует незаконно. Потому что не было бы запрета, не было бы этих проблем. Я более чем уверяю. Но если вернуться к самим законам, которые были приняты вчера, вернее подписаны вчера президентом, ну вот сможем по законопроекту с 27 до 25 лет, ну что можно сказать? Я уже сказал. Вопрос, как будут готовить этих ребят. Что касается законопроекта, ограничено предатных, непредатных, которых не будет. Опять же, вот это тот как раз законопроект, который, я считаю, был принят с нарушением регламента Верховной Рады, там вносился он в зале без обовора всяческих, без обоснований необходимости убрать ограничено предатных. Ну хорошо, их убрали. Дали 9 месяцев на то, чтобы пройти ВЛК. А процедуру же не приняли. И дали месяц кабинету министров разработать эту процедуру. То есть Министерство обороны за месяц должно из своих приказов исключить везде ограниченно предатных и оставить только определиться. То есть вот просто так определиться, или человек предатен воинской службе, или непредатен воинской службе. У меня вот самый простой пример. Очень часто обращаются люди, у которых, например, грыжа позвонка. Он может поднять 5 килограмм, не больше. Он будет предатным. Ну если он будет предатным, он приходит в военную часть. Это риторические вопросы. Он приходит в военную часть. Командир. Если раньше командир видел, что этот человек ограниченно предатен, то вот он приходит в военную часть и говорит, товарищ командир, у меня там, там командир, у меня грыжа позвонка. Я не могу там робити все речи. Он говорит, ничего не знаю. У меня військовый квиток твій тут написано предатный. Жодных обмежений тут не встановлено. Тому, будь ласка, развантажуй там шось. Не маю значения шось. Чи носи шось. Ну и шо, далее ровно. Він не може це зробити. Мы його підсудами не віддавати. Ну, на самом деле, вот я уже неоднократно говорил, чтобы законодатель имел объективно возможность принимать те законы, которые нужны стране, которые работали, он должен хотя бы приблизительно понимать, что там происходит. То есть, если вы хотите принимать законы о мобилизации военном учете, послужите хотя бы полгода в армии. Хотя бы полгода. Не обязательно на нуле. Просто полгода, чтобы вы поняли, какие процессы, как командиры принимают решения, какие есть командиры, каким образом все это происходит. Не из книжек, не в теории, не как это там рассказывают вам, а именно своими глазами пощупать. Тогда не будет таких законопроектов. Третий законопроект у нас, он у нас чего там касается? Электронный. Электронный кабинет. Ну вот, электронный кабинет я неоднократно... Как туда войти и куда стучать? Там, где выход. Знаете, как говорят. Электронный кабинет, который создается для предприятий, для ЦНАПов, для центров предоставления, есть для граждан. Не совсем понятно обязательства граждан иметь электронные... Вот я еще не до конца дочитал, но пока я не нашел обязательств граждан именно регистрироваться в этих электронных кабинетах и кто может это дать. Сам электронный кабинет, то есть это вот эта мега-база, которую решили хранить в облачных хранилищах, неизвестно где, неизвестно как. Вы же помните вот эту недавнюю... Абсолютно свежая история с Супернетом. Когда какой-то там районный суд... Ну я утрирую, районный суд города Нью-Йорк сказал, что кто-то что-то там где-то не так разместил, поэтому взял и заблокировал. А вот эти облачные хранилища за границей, например, кого-то из активистов куда-то не назначен или что-то правительство решит принять не так, как это хочется нашим партнерам. Есть вероятность того, что эту базу будет заблокирована и доступ отключен? Мы не говорим вообще о безопасности этой базы. Это еще отдельная вообще глобальная история, потому что я считаю, что наличие такой базы с таким количеством документов, которые абсолютно там не нужны, как-то родственники, место работы, к чему это все, как это влияет на военные учеты, там адреса электронной почты, телефоны, судимости, количество выездов за границу, повышение квалификации. Это к чему? Это вообще о чем? Это для кого? Это зачем? То есть та база данных, которая есть, я считаю, вот ту, которую они создали и которую они собираются хранить за границей, это громаднейшая угроза национальной безопасности. Особенно, когда за нее очень, так сказать, продвигают представители партии «Голос». Тоже с непонятным, довольно сомнительным украинским гражданством и с вероятным присутствием другого гражданства других стран. Поэтому, что касается электронного кабинета, тут просто, тем более, вроде бы на это же нужны какие-то деньги, на то, чтобы создавать эти электронные кабинеты, чтобы обслуживать эту базу, это довольно большие деньги. Откуда эти деньги будут браться? Никто ничего не рассказал. Поэтому, знаете, вот принятие этих законов, ну, на мой взгляд, ровным счетом ни на что не повлияет, кроме того, что Украина окажется еще более в таком шатком положении в части охраны и защиты персональных данных военнообязанных. Вроде бы на Министерство обороны возложили право ведения доступа вводит и у службы безопасности, и у ТЦК, и у громадного-громадного, я так понимаю, пограничные службы, и я так понимаю, что у многих-многих, многие службы внешней разведки, многих-многих других институций, которые будут или добавлять, или предоставлять. Ну, вопрос контроля, в принципе, тут довольно слабо описан в самом законопроекте. Поэтому я считаю, что на самом деле ни один из этих законопроектов не приведет к повышению обороноспособности, к улучшению мобилизации, либо к улучшению непосредственно военного учета. Наоборот, они могут привести еще к большей вот этой социальной напряженности, которая на сегодняшний момент в Украине существует. В том числе и вот те заявления, которые на сегодняшний момент делаются со всех сторон касательно необходимости, ну, отсутствия вооружения, отсутствия финансирования, необходимости живой силы, но при этом рассказывают, что да, в окопах есть оружие, ну, воевать определенным оружием с определенным оружием, против определенного оружия, тоже нужно понимать, с кем мы воюем. С одной из самых крупных и значительно лучше оснащенных, ну, мы не будем спорить и давать им рекламу, потому что даже если у них там лучшая какая-то техника, то они просто берут количество. Ну, это же не факт того и не шанс того, что наши партнеры, в принципе, как-то трошки стоят в стороне. И сейчас вот мы видели, помню, неделю назад были очередные вот эти заявления, что рассматривается вопрос предоставления кредита в Украине для покупки оружия. Это я, объективно, вообще не воспринял никак. Если это действительно партнеры, которые действительно хотят нам помочь, о каких кредитах идет речь? Или они хотят на этом зарабатывать, а не помогать? Или просто делают все возможное для того, чтобы мы с чем-то согласились? Но это мое видение, объективно. Я считаю, что этого допускать нельзя, и все-таки нужно уже наводить порядок, так сказать, и с вопросами военного учета, а не пытаться выстраивать всю эту историю на таких позициях, знаете, драконовских мер, тоталитарной страны, принуждения. Мы не болотная страна, мы все-таки люди с демократическими ценностями, которые понимают цену свободы, цену жизни и цену независимости. И так поступать, я считаю, что с Украиной неправильно. Ну, пока этого не наблюдается. Я хотел бы уточнить, да, один момент по возрасту. Ну, я знаю, что вы любите о наших народных депутатах, депутатов, особенно представителей слуг народа, особенно тех, о которых вообще ничего не было известно до последних дней. Ну, есть такой депутат Дунда. В общем, что заявил этот депутат? Смотрите, говорит он в одном из эфиров, говорит... А, да, я помню, это тот, который от Коломойского, группу Коломойского. Да-да-да, вспомнил. Было что-то, что-то он заявлял, да-да, что-то такое заявлял. Говорит, что... Вот смотрите, да, сейчас подписал президент возраст с 25 мобилизационный. Но если Верховная Рада в законопроекте о мобилизации напишет 27, ну, вот во время рассмотрений, то будет 27, потому что этот же закон принят после того, который сейчас вступает в силу. Интереснейшая логика. Прям для меня какое-то открытие произошло. Так что теперь депутаты сжалятся или смилостивятся, или пойдут против президента? Ну, я не думаю, что уже неоднократно депутаты говорили, что, в принципе, парламент принимает то, что хочет президент. На сегодняшний момент мы уже давным-давно утратили вот этот парламентаризм. И фактически не видно депутатов, которые могут самостоятельно вести парламентскую деятельность, самостоятельно выдвигать законы. Даже если вы посмотрите вот эти последние законы, авторы 150 депутатов. Для чего? Непонятно. Что касается... Нет, понятно, чтобы размыть ответственность. Конечно, понятно. Понятно, да. Что касается заявления Дунды о том, что будет принят новый закон, который мы установили, да, действительно, изменения вносят в один и тот же пункт. Но теперь же же надо будет, если и раньше этот пункт звучал, внести изменения с 27 до 25 лет, то сейчас нам надо будет в законопроекте уже указать, увеличивать с 25 до 27 лет. Потому что если просто они выбросят этот раздел из, так сказать, своего законопроекта, это же ни на что не влияет, как установили уже законопроектом, который был принят 10 месяцев назад, но подписан только вчера президентом, 25 лет срок, так он и будет. То есть если депутаты решат увеличить срок до 27 лет, ну, значит, новый законопроект, то есть кого-то мобилизируют, а кого-то, вот в этот период, пока депутаты принимают его, а кто-то опять будет ждать 27 лет для того, чтобы его мобилизировали. Да, интересно. Что меняется для ТЦК? Потому что я... В этих законопроектах абсолютно ничего. Это вот в новом законопроекте про мобилизацию, им там ТЦК хотят дать какие-то полномочия, проверять документы, но там тоже большой шквал эмоций был по поводу этого, и непонятно, что там будет в результате. А что касается в данном случае ТЦК, ну, они обязаны будут там предоставить документы всех ограниченно придатных и согласовать вопросы с ВЛК для направления всех ограниченно придатных на протяжении 9 месяцев для повторного медицинского освидетельствования. Сколько из этих лиц ограниченно придатных станут придатными, а сколько непридатными, ну, объективно, на сегодняшний момент, я думаю, не скажет никто, даже с какой-то долей вероятности. Или это 100% станут придатными, или там 90 на 10, 50 на 50, неизвестны. К сожалению. Поэтому в ТЦК, ну, добавится определенное количество работы, плюс введение вот этих реестров, баз данных, наполнений, их контроль. Ну, добавится очень много бумажной работы, которую надо вести и контролировать. Ростислав, оперативное командование Запад разразилось заявлением. Они, вот прям даже процитируют, на русском, переведу, зачитаю на русском. Хотим еще раз напомнить каждому, военнослужащие ТЦК это часть вооруженных сил Украины. Любое противоправное действие касательно военнослужащих несет за собой наказание. Не поддавайте себя, ну, в общем, не идите навстречу опасности, да, это так очень, очень, очень коротко. Причем, интересно, что это заявление было распространено на фоне участившихся вот на прошлой неделе, вот, ну, и вы знаете, потому что вы следите за этой темой очень много нарушений, причем даже таких, которые там обсуждали с самоубийством из табельного оружия, полицейского, другая история, когда, в общем, жаловался мобилизованный на здоровье, ему говорят, под Авдеевкой, собственно, полечим тебя от давления, а тут, в общем, и умер, в конце концов, мать теперь оббивает пороги, жалуется. Но вот это заявление оперативного командования Запад, оно же ведь концептуальное, оно такое, знаете, ну, оно же выше всего этого, хотя на фоне этого сделано. Получается, что государство применяет армию против народа. Если ТЦК это военнослужащие и, в общем, ничего нельзя делать, но это вообще как-то не, ну, не вписывается в конституцию и в действия государства, абсолютно меняется фокус. К сожалению, ситуация тут, знаете, мышли сами на себя. Все последние, там, 30 лет стремились, что ТЦК это работают гражданские лица. Если вы сейчас спросите, кто эти люди, которые захватывают и, там, каким-то образом узнаете, окажется, это рота охраны ТЦК. Так, а какое имеет отношение рота охраны ТЦК к выполнению ТЦК своих функций по военному учету и мобилизации? Вопрос. Что заявило командование Запад? Конечно, если мы откроем Конституцию, насколько я помню, там, статью 17, вот вы пока говорили, я как раз вспоминал, какая статья, открыл Конституцию, тут прямо указано, что вооруженные силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения права и свобод граждан обо с целью захвата, повалок конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их деятельности. К сожалению, вот, я понимаю, что может быть заявление быть определенно эмоциональным, не совсем то имели в виду, но, опять же, командование Запад могло бы сообщить гражданам Украины, что данные военнослужащие точно так же подпадают под действия Уголовного Кодекса, при этом во время действия военного положения, и если определенные действия с точки зрения гражданского законодательства, если это совершило гражданское лицо, это одно наказание, то когда это совершает военное лицо, это значительно более суворое наказание, поэтому не совсем понятно, что имело в виду командование Запад касательно вкладывало в термин неправомерные действия в отношении представителей ТЦК. Представителей ТЦК у военных этих нет права кого-то захватывать, пытать, избивать, силой удерживать лица в помещениях. Если они говорят именно об этих вещах, что в случае, если человека избивают военные, он им дает сдачу, это нельзя делать, ну такая себе история, если честно. Поэтому желательно, так как я слышал про это заявление, я думаю, может оно вырвано из контекста, из какой-то речи, из какого-то предложения. Потому что если взять сухо предложение, что они являются военнослужащими, это никто не возражает, то не вкладывает в понятие, что надо понимать, что вы к военнослужащим, что к военнослужащим. Защищаете свои права? Если вы, конечно, оскорбляете военнослужащего, да, за это у нас была введена уголовная ответственность. Но если военнослужащие превышают свои полномочия, за это тоже есть уголовная ответственность. Поэтому я думаю, что мне тяжело комментировать это заявление, так как я не видел цельной картины. Вот так, если разбирать по отдельным частям, то даже в самом вот этом отдельной части оно одно другому противоречит и не совсем понятно, что вкладывалось в этот термин, что вы должны знать. Ну, в зеленой форме хорошо, с автоматами, но не всегда, потому что им оружие не выдают. Ну, дальше что? К чему это? О чем это? Зачем это? Кого-то запугать, кого-то вести в заблуждение или дать право на индульгенцию и разрешение делать все, что угодно? Не совсем правильный подход, на мой взгляд. Но опять же, тяжело кого-то здесь осуждать, потому что я в целом не видел весь, так сказать, текст, который был или под что это выдавалось командованием Запада оперативной. Ростислав, а раньше в ТЦК не умирали, только в последнее время стали известны эти случаи? Ну, говорить, умирали или не умирали, мы не можем, потому что такой статистики нет, просто в последнее время эти случаи стали довольно резонансными. мы видим, когда люди попадают в больницу. Это история там с самоубийством, но опять же, так как на сегодняшний момент значительно ограничено у нас информационное пространство, то все мы это узнаем из социальных сетей, из Телеграма, и даже часто очень тяжело на это как-то реагировать, потому что понимаешь, что это может быть какое-то сообщение от физического лица в Фейсбуке, которого до этого никто никогда понятно не слышал, там родственник лица, которая пострадала, и не совсем понимаешь, правда ли это. Что касается того, что происходит, ну, объективно, ни для кого не секрет, что действительно задерживают их, таких видео даже уже никто не комментирует и никто не оспаривает, что это есть. То, что касается превышения полномочий, да, то, что касается убийств, калечивания в ТЦК, ну, на сегодняшний момент мы видим, что ну, пока там кого-то только чуть до смерти не зацеловали. Одни сотрудницы ТЦК своего начальника, там, ну, говорят, что вроде его сняли. Ну, куда его сняли? Может, в Одессу отправят? Не знаю. Потому что одесский, куда делся одесский, тоже непонятно, чем закончилась история с тем Борисовым. Поэтому, знаете, это то, что мы увидели. А что еще происходит? И действительно ли это происходит? К сожалению, правоохранительные органы в данном случае как-то ведут себя очень молчаливо. И официальные заявления, если и есть, то только о том, что мы будем разбираться, было это или не было. Потрясающие просто новости. Они так посыпались, а потом скорректировались. Сначала Ивано-Франковский военкомат, потом Полтавский сообщили, что у них 40 тысяч, 30 тысяч уклонистов в розыске. Потом, немножко позже, Черниговский, по-моему, да, военкомат говорит, что у них вот уклонистов как бы там 30 тысяч, ну, условно. Но в розыск они подали по 5 тысячам. Розыск для уклониста. Что это вообще означает? В какой системе, в какой базе? Как это все происходит? Человек может ведь и не знать, что он в розыске? Или так не бывает? Так бывает и так происходит очень часто. К сожалению, что касается вот этих заявлений, что люди находятся в розыске, тоже здесь, ну, на мой взгляд, есть большие манипуляции. Потому что в розыске чего? Кого? Уже рассказывали, я вот видел там какие-то заявления, что у нас создана какая-то база при арморе, какая-то отдельная база в розыске, что-то таке, или как-то называется, в которую вносят людей, которых якобы разыскивает военкомат. Уже не в сам армор. Ну, о чем это говорит? Это о попытке, вот опять же, играть со статистикой. Тут мы показываем, тут не показываем, тут рыбу заворачиваем, тут читаем, а тут не читаем. Так что это за люди? Ну, сделайте какой-то общий реестр людей, уведомляйте их. Потому что мы же видим, что зачастую лица даже не подозревают, что они находятся в розыске. То есть как происходит? То есть если еще там вначале как-то пытались придерживаться историй, связанных с повестками, вручения какого-то, то сейчас вы можете найти у себя в почтовом ящике или в дверях повестку с оторванным корешком, а для ТЦК это будет значить, что фактически вы эту повестку получили. И штрафы, к сожалению, уже не оспариваются. И даже если оспаривается и вы выигрываете, кто-то несет ответственность за составление незаконных штрафов? Нет. Поэтому почему он не нарушает закон? Вот взяли, выписали штраф. Ну, 99% пойдет и заплатят эти 850 гривен штрафа. Да, из этих 90, это я уже говорил, я давно дал этому название вот этой ситуации, называется эффект Коломойского. Это когда ты берешь, нарушаешь права, например, когда был еще Приватбанк, вот поднимают там 10 миллионов клиентов комиссию на 10 гривен. Суммарно, можете посчитать, там под миллиард выйдет. 100 миллионов вышло. Из этих 10 миллионов возмутится там ну 100 человек. Из 100 человек в суд пойдут пятеро, шестеро. Из этих шести до решения суда дойдет может быть один. А исполнит, ну если один хорошо, может и вообще никто не исполнит. Что мы в результате получаем? Мы заработали 100 миллионов. У нас отсудил один человек 10 гривен. Да и ради Бога. Кто-то понес ответственность? Нет. Тут та же самая история. Эфиг Коломойского с ТЦК. Мы берем, нарушаем права тысяч, вот тебе штраф на 850 гривен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!